Охоты попали в ледовую западню на острове недалеко от села Черектяй, усть Алданского района. По тревоге из Якутска вылетела оперативная группа из четырех спасателей. Подробности далее. На Алдане густой ледоход. При подлете к цели спасатели-десантники Станислав Захаров и Илья Андреев не лишний раз проверяют снаряжение. Под командной опытнейшего спасателя Василия Павлова они готовятся эвакуировать терпящих бедствий охотников. Через несколько минут недалеко от села Черектяй посреди затопленного острова показываются две моторные лодки. Сесть вертолету негде. Решено перенести людей на взлетную площадку села Черектяй с помощью переноса на внешние подвески вертолета. С высоты 20 метров спасатель-десантник Станислав Захаров спускается на борт лодки и готовит людей к подъему. Через пару минут первые трое мужчин, готовые к эвакуации вертолет, набирает высоту. Таким же образом спасатели совершают второй рейс. С ветерком за счет налогоплательщиков еще трое охотников возвращаются в родное село. Там их уже ждет сотрудник полиции. Всех эвакуированных берут на карандаш. Говоря казенным языком, предстоит дать юридическую оценку действиям, вызвавшим привлечение аварийно-спасательных формирований. В общем, за три часа полета спасатели эвакуировали шесть человек и перепуганного до смерти пса. Помимо спасательных работ был произведен облет реки Алдан. Сегодня там имели место остановки льда. Но сейчас, по оценке специалистов, никаких угрозных. Усть Алдана тоже открыта и готова к приему льда. И надеюсь, в ближайшее время обстановка успокоится. Лед битый, нигде огромных ледяных полей нет. По фарватеру лед идет, и усть Алдана чистая. Афанасий Николаев, НВК Саха, Усть-Алданский район.